всем привет это канал 1000 штук и сегодня давайте поговорим о грустном а именно я хочу вам показать и вы наверное уже сами тоже видели вот этот ужас это новый мифит я даже не знаю что должно было произойти в компании сиоми чтобы они это сделали абсолютно адское ужасное обновление я даже не вот не только а вот этих шрифтах да с таким ужасным отступом я вообще в целом про логику использования насколько оно теперь стало все дурацкое насколько это теперь стало неудобно я даже не знаю то есть у меня абсолютно нет слов так испортить то что у них было хорошо я не представляю но давайте посмотрим что же теперь мы будем с вами иметь и чем мы с вами скажем должны пользоваться значит теперь главный экран у нас вот выглядит вот так вот это определенные такие вот как ну я не знаю вкладки не вкладки такие как карточки значит здесь у нас самая такая вот основная информация вес там сон если он у вас есть шаги и так далее очень сделано неудобно вся информация стала такой ну скажем на мой взгляд она просто у вас теряется вы ее но не видите как том виде как вы привыкли да то есть это неудобно на самом деле дальше у вас сразу же здесь сверху идут тренировки ходьба бег велоспорт больше ничего нет выглядит точно так же вот вот так вот в общем скажем так не фонтан даже я вот просто их я теряюсь смотрим дальше значит дальше идет вкладочка друзья но все как всегда и дальше вкладочка профиль и здесь я вам покажу удивительную вещь значит вы вот посмотрите оценили дизайн да теперь мы нажимаем сюда и мы попадаем в старый дизайн который у нас был я я не понимаю но серьезно то есть здесь у вас дизайн новый здесь у вас дизайн новый идете в профиль здесь вот амэйс фитбик сколько он у вас заряжен да вы нажимаете и вы попадаете в старый дизайн который был когда-то раньше то есть настройки тем да то есть вот все все как всегда входящий вот это все меню у вас осталось все старое до гудильник все старое как она у вас было раньше уведомления все старое то есть какой в этом смысл а здесь у вас новая то есть до конца доделать не смогли зато что я вам скажу они смогли сделать я уже не первый раз вижу в приложении мифит рекламу я понимаю что раньше этим грешил только миюай теперь мифит рекламу всунули при этом я вам скажу что реклама бестолковая скажем я у себя находясь даже близко не в российской федерации видел рекламу связного мне зачем реклама связного там где я нахожусь то есть она получается реклама наверное просто основана на том языке который я в приложении использую потому что судя по всему таргетинга какого-то гео таргетинга нет то есть просто показывают и все может быть это какая-то у них демо версия рекламы я я не знаю но сделано ужасно это большой минус мне кажется это многих очень сильно оттолкнет от покупки скажем девайсов сиоми поскольку но это совершенно копеечная вещь и она очень сильно портит впечатление от использования и на play market вы можете посмотреть куча негативных отзывов по последней вот этой вот версии там просто она кишит я вам сейчас даже покажу вот мифит и вот мы бежим сюда в отзывы мы откроем подать и новые и вот посмотрите после обновления тихий ужас шрифты уродские у кого-то просто не работает шаги не считает некорректно шрифты ужас ну то есть вы понимаете что программа скатилась куда-то в дно полнейшая вот так вот просто одним щелчком да как сделал в известном фильме известный герой стер половину успеха да скажем так ужас касательно меня я тоже честно говоря вот у меня теперь возник вопрос вообще амэйс фидбип вторые мне брать или может быть реально остаться вот на вифинг с которыми я пользуюсь потому что мне категорически не нравится дизайн этого приложения да теоретически они его допилят окей но то что периодически показывают рекламу вот это мне не нравится совершенно и я понимаю что наверное сиоми не хватает денег но они не могут понять то что то что они пару долларов получат с девайса лишних от них оттолкнет очень многих пользователей на эту тему кстати была статья на mobile review по моему наш любимый эльдар викторович да наверно писал эту статью я с ним абсолютно согласен особенно сейчас когда в сфере в свете выхода galaxy fit и фитнес-браслет который конкурирует по цене с mi band 3 где-то 40 долларов он стоит да это дороже но это девайс от samsung он работает samsung health и вы же понимаете что samsung health до гораздо популярнее чем мифит то есть если мифит у нас 10 миллионов скачиваний оценка 3.6 и так далее то если мы здесь посмотрим сам господи как не напечатать то никак samsung health да то как бы здесь скачиваний гораздо больше более 500 миллионов скачиваний то есть эта программа популярна в разы просто более популярна у нее гораздо больше база людей и она интереснее сама по себе я бы ей с удовольствием пользовался и браслетик за 40 долларов мне кажется то есть вот сиоми своим вот этим мифитом ужасным что она творит я не понимаю они разрушают свою вот эту инфраструктуру абсолютно экосистему все это все может быстро прекратиться потому что реклама в миюай вы знаете полностью выпиливается только рутом и и так можно минимизировать да но не полностью отключить теперь в мифит то есть люди которые не пользуются смартфонами сиоми они тоже теперь начинают страдать она мне не мешает принципе да ну закрыл и все но теперь еще редизайн приложения превратил его в какую-то кашу совершенно ну не не удобно же да ну не удобно ну ну что это такое это не красиво это очень странно все выглядит и и самое главное ну видно что оно не доделано потому что вот это все это элементы старого интерфейса то есть что-то сляпали но не до конца но нельзя так делать нельзя поэтому такая вот информация в принципе эту версию даже не ставьте я вам не советую откатывайтесь назад если есть возможность или просто не обновляйтесь ждите может быть поправят что-то я не знаю пока можете кто поставил напишите мне в комментариях что вы думаете про такое обновление мое мнение вот я только что озвучил всем спасибо подписывайтесь на канал выключаем этот ужас и пока пока